Аким Западно-Казахстанской области Гали Искали выступает за открытость и прозрачность в вопросах владения и использования земель сельскохозяйственного назначения. Ведь от этого во многом зависит продовольственная безопасность региона. Земля, которая не используется по назначению, не приносит выгоды. К тому же участки зарастают бурьяном и уже требуют дополнительной обработки. Мы опубликовали списки владельцев земельных участков, которые не осваивают землю. В дальнейшем эта земля может вернуться в госсобственности и передана другим хозяевам. Районы Акиматы помогут крестьянским хозяйствам, которые не смогли освоить земли по объективным причинам. Например, из-за дефицита воды или недостатка финансовых средств. Кроме этого, мы обнародуем именно тех, кто незаконно сдает земли в субаренду. Акимы районов отчитались о проведенной работе по возврату неиспользуемых земель в сельхозоборот. Ведется работа по возврату 660 тысяч гектаров. У четырех крестьянских хозяйств на общей площади 3,5 тысячи гектаров уже взяли отказанный материал. Они не работают и не собирались работать. По ТО Шингерлау Конес они земельный участок взяли в 2018 году. В этом году планируют осенью подготовить землю и посеять озимые. Но на данный момент дали даже расписку пока. В 2020 году мы провели два конкурса и предоставили земельный участок на общую площадь 16 тысяч гектаров. Сейчас планируем 14 июля тоже проведение одного конкурса уже объявление дали на общую площадь 16 тысяч гектар. Всего в области насчитали 860 тысяч гектаров земель сельхозназначения, которые не используются. И это при том, что многие сельчане жалуются на дефицит участков для выпаса животных и заготовок кормов на зиму. Наш резерв для роста – это то направление, вот та разница в 5 миллионов, которую мы должны возвращать. Сейчас с таким районом, с управлением земельных отношений, с управлением сельского хозяйства мы эту работу будем точно прописывать. Ну и по этим направлениям также будем работать. Работа в данном направлении предстоит большая. И в Экимате пообещали контролировать этот процесс.